В лесу кто-то есть? Ну что за жизнь? До всех этих слухов в школу считали престижным. Бывало на переменках детки, все беззаботно гуляли, цветочки срывали в корзинку свою, клали. У одного лишь был хмурый вид, то был Сид. За одноклассниками глазел, все сильнее мрачнел и мрачнел, гулять ни с кем не хотел, цветы забирал, обижал остальных и рычал. Помню, как-то Сид сказал, в лесу кто-то есть. Так слухи и поползли. Ну конечно, Сид первым видел его. Бедняжки дети поверили в бред, что где-то этот убийца ходит, бродит на страшное ружье, блеск наводит. Попадешь в больницу, или хуже, убийца утащит в чащу навсегда. Деткам всюду мерещился он. Смотрите, он там, у него, как у Бэтмена, уши, клянусь я вам. Желтые глазища. Железное что-то сверкнуло ночью. Ружье его. Ох, точно! А я видел ногу отрубленную. Поверьте, каждый слух полная чушь. А Сид каждый день счастливый, как пень, гулял один у цветов. Ах, он такой смелый, не боится убийц. Остальные дети все стояли на холме, ближе нельзя. Схватят, утащат, убьют. И в лесу потом найдут труп. Я призывал детей подумать самим, ну откройте глазки. Но еще слушок и у всех шок, никто и слушать не хочет, что в школе безопасно. Ужас остил им глаза, и вот, увезли их всех домой. Маме с папой все все рассказали. Ох, и понеслось, меня захлестнула волна. Срубков сообщений она. Руканью, воплями была полна. От испуганных родителей, что услышали о маньяке убийцы. Им не нравилось, что бездействую я. Мне-то делать что, сжечь весь лес? Да сейчас. А вам слабо? Что, мол, мне плевать? Как бы не так. Байки, что вам травили, полные чушью были. Конечно, все было бы не так, если бы лесу и правда был враг, а я бы это игнорировал. Если какая бедняга угодила в передрягу, а все прозевали. Но нет, как так, мой маленький милый мальчик соврать не мог никак. Вот никто из вас меня не послушал. Это ваши-то детки не смогли такое выдумать? Да, он фантазирует, но что был гадник, но... Так как смею я. Обвинять во лжи ваши чадо немыслимо, правда? Родители были вне себя. И вот руководство вмешалось и выкнули из школы меня. Будто они лучше знают, как обходиться с детьми. Вы хоть знаете, как трудно найти работу, когда злые мамаши репутацию портят отзывами про бездействие и халатность. Ну и кто теперь вам уроки ведет? Постройтесь в ряд, постройтесь в ряд. Мелкий шкет, убийцы в лесах. Ах, вы что, слепые, да? Вы совсем лишились ума? Сидж, панам, мелюзга, так пошло, позволить обмануть себя. А вы обманываться рады, но я ведь не виноват. Вы крайним ставите меня. У меня была жизнь, карьера, друзья. Детям всем повезло, что учителем у них был я. Понимаете теперь, где секрет зарыт? Я подыграю тебе. Буду вести себя хорошо. Слышишь, Сид? В лесу кто-то есть.